Привет! Меня зовут Лилу. Вы смотрите программу 18+. В наш сумасшедший век современного прогресса, технологий, гаджетов, мы стали все интернетозависимыми. Мы качаем музыку, фильмы, мы покупаем одежду и продукты, и мы знакомимся по интернету. Виртуальные знакомства все за и против в программе 18+. Вместе с Лилу. Не переключайтесь. И еще раз добрый вечер всем тем, кто только присоединился к нам сегодня в гостях в студии программы Лилу 18+. Олимпийская чемпионка по плаванию. На самом деле очень классная девушка, приятная, обаятельная. Она еще замечательная мама. Это Яна Клочкова. Привет, Яна. Яна Клочкова. Легендарная спортсменка и общественный деятель, а также украинская золотая рыбка. Олимпийская чемпионка, член Национального олимпийского комитета, член Президии Украинской Федерации плавания и герой Украины. Яна Клочкова принесла нашей стране золото на Олимпийских играх. Родилась Яна в Симферополе 7 августа 1982 года. Жила и училась в Харькове. Несмотря на свои многочисленные регалии, Яна Клочкова – заботливая мама сыночка Сашеньки и активный общественный деятель. У Яны есть хобби – кулинария, горные лыжи, стрельба, вышивка и социальные сети. Как вообще настроение? Вечером ты, вечером свежа, бодра, ты поздно ложишься или рано ложишься? Ну, когда как. По-разному, в принципе, бывает. Бывает, когда дома с малышом остаюсь, и там у нас вечернее чтение какое-то, какие-то вечерние просмотры, передач. Бывает так, что как бы куда-то выхожу, поэтому… Ну, на тусовках тебя часто можно встретить? Или так? Сау-сау. Я замечала с собой в последнее время, что я какой-то вообще домосец стал, и мне очень сложно куда-то вытащить. Или это осеннее, или это зимнее. Ну, практически, ну, себя так пересиливаю, чтобы куда-то выйти уже. Хорошо, а какие у тебя хобби есть? То, что для души, там, я не знаю, люблю куда-то в кино сходить, выбраться там с друзьями в лес. По-разному, в принципе. Ну, люблю там читать тоже, если это хобби. А в интернете любишь повисеть? Люблю, очень. Здорово. А вообще, я тоже сижу в интернете, и я думаю, что ты есть, наверное, в социальных сетях. Во всех практически. Так что, кто еще не нашел Яну Пачкову, ищите ее в социальных сетях, она отвечает сама лично, правда? Да. Я, кстати, тоже отвечаю сама лично, потому что, ну, я считаю, что это лицо человека, прежде всего, твои мысли, и никто не может написать за тебя. Да. Тема нашей сегодняшней программы – виртуальные знакомства, общение и секс. И сейчас мы поговорим об этом. Далина, скажи, пожалуйста, вообще, как ты считаешь знакомство в интернете – это хорошо или плохо? Мне кажется, что, как бы, каждый человек сам решает, но я ничего в этом плохого не вижу. И где можно познакомиться с Яной Клочковой? Ну, вот смотришь, сидит парень, и он смотрит сейчас наши программы, и думает, какая классная девчонка. И мне очень часто очень много парней пишут, ну, именно вот такого, чтобы кто-то именно хотел вот пригласить, хотя есть, приглашают, но они, как бы, может быть… Они стесняются тебя. Ну, и они не до конца верят в свой успех, можно так сказать. И разные, кто для общения. И были даже у меня знакомства, которые я знакомилась и встречалась в жизни, как бы, вот с парнем. Скажи, а ты считаешь, вот, виртуальное знакомство, оно может перерасти в свадьбу, вообще, в долгие отношения? Ну, есть такие случаи, я слышала, как бы, об этом, что, ну, есть люди знакомятся и рожают детей, и расписываются. Хорошо, давай посмотрим, что думают об этом наши селебритис и известные персоны. У меня было несколько, хотя, несколько знакомых виртуальных, и даже был один виртуальный роман. Вот, я настолько вдохновилась с человеком, но я не могла с ним встретиться. Ни месяц, ни два, я уже была готова, чтобы вообще, уже была готова совершенно к каким-то зрелым даже отношениям. Но он со мной не встречался. И потом я поняла, что, наверное, тот человек, за которого он себя выдавал, оказался совсем другим. Да нормально, если там люди знакомятся, а потом у них, получается, семьи, дети, и круто, пускай они это делают. Ну, вот, видишь, мнения у всех разные. Кто-то считает, что это хорошо, кто-то считает, что это не очень хорошо. Но вот я с тобой общаюсь, я вот вижу, знаю, что ты человек вообще очень общительный. Скажи, если к тебе люди подходят, ну, допустим, в кинотеатр, ты пошла на премьер, просит с тобой сфотографироваться, ты запросто фотографируешься. Ну, конечно, никогда никому, в принципе... Бывают разные артисты, на самом деле, я тебе говорю, что это... Да? Бывают те, которые говорят, что нет. А есть сейчас, у меня нет настроения по премьерам. Ну, я как бы понимаю, в принципе, не только артисты, наверное, как бы другие люди, которые публичные, наверное, не все. Но я, в принципе, никогда, хотя вот недавно в Инстаграме мне девочка подписала, ну, вот, пишет, что вот, я к вам подошла, вы так отреагировали, типа, посмотрели так на меня. Хотя я, как бы, не могу вспомнить, потому что я абсолютно со всеми, как бы, никогда никому там... А вот, когда ты выходишь на вечеринки куда-то, на какие-то тусовки, сколько тебе времени нужно собраться? Минимум 2 часа. Хорошо. Как ты думаешь, на что клюют мужчины, сразу, когда они видят Яну Клочкову? Ну, мне кажется, что именно вот моя улыбка, я много раз слышала, что вот, у вас такая улыбка, она так нравится. Она искренняя у тебя. Да, поэтому, мне кажется, что, ну... Она, ну, то есть, глядит на улыбку, да? Ну, да. Так ты, в принципе, можешь не одеваться и можешь не краситься. Зачем ты проводишь эти 2 часа перед зеркалом? Это точно! Ты вела уже! Давайте теперь вернемся к нашей теме, виртуальные знакомства, вот, виртуальное общение и, возможно, виртуальный секс. Потому что любые отношения взрослых людей, они приводят к сексуальным отношениям. Вот, допустим, люди познакомились, мы не берем тебя, допустим, в пример, мы вообще рассуждаем о людях. Люди познакомились в интернете, вот они общаются. Возможно, они живут в разных странах, между ними возникает, ну, сначала какое-то общение, но потом уже может возникнуть виртуальный секс. Как ты считаешь, это хорошо или плохо? Это если переслать картинки, знаешь, попросят выслать часть какую-то обнаженного тела и... Ну, если, как бы, симпатия есть, то, как бы, мне кажется, вот именно это от людей зависит. Ну, в принципе, ничего в этом плохого нет. Главное, чтобы это было, ну, как бы, каких-то, не знаю, ну, для них таких вот, как в рамках нормальных, как они считают. Ну, вот смотри, допустим, такой пример. У меня есть знакомые, которые живут в разных странах. Вообще, они муж и жена, но они не виделись несколько лет, потому что живут на очень большом расстоянии. Я им говорю, а как вы общаетесь? Они говорят, мы по скайпу. Мы живем по скайпу. Уже там два или три года. А Диа, это как? Как ты считаешь, вообще полноценные отношения мужчины и женщины, они могут посредством вот виртуального общения? Ну, мне сложно представить такое, но мне кажется, я, ну, не решилась бы на такое. И не знаю, все равно никакое любое виртуальное общение не заменит живого общения в первую очередь. Я тут с тобой согласна все сто процентов, потому что вот общение должно все-таки быть, знаешь, как говорится, глаза в глаза, губы, губы. Конечно, плохо, с одной стороны, что вроде это проще стало вот людям, да, с другой стороны, что действительно интернет, он сейчас практически все. Заменяет вообще его общение. Все, люди встречаются, они сразу вглубляются в свой телефон, просто, это уже признак дурного тонна, я считаю, вообще. Заметь, мы с тобой не пользуемся телефонами в моей программе, значит, нам есть о чем поговорить. Ну, конечно. Нам есть не только о чем поговорить, а у нас еще есть возможность послушать хорошую музыку.